Теперь нам с вами нужно обсудить, как именно употребляется греческий инфинитив. То есть какие-то основные категории, основные способы употребления инфинитива. Многие из них перечислены у вас в учебнике, и первое, блок категорий, связан с субстантивным употреблением инфинитива. Когда инфинитив играет в предложении те роли, которые обычно играют имена от подлежащего дополнения и так далее. Ну и давайте мы посмотрим некоторые примеры такого субстантивного употребления. Итак, подлежащее. Вот пример из учебника филиппийцам 1.21. Эмой то дзен Христос, кайто апуттанейн кердос. Для меня жить Христос и умереть выгода. Здесь жить и умереть это подлежащее предложение. Ну, может быть потому, что это все-таки не так привычно для русского уха. Синодальный перевод передает это для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Но даже если мы оставим его таким образом, все равно понятно для меня. Жить – это Христос, умереть – это приобретение выгода. Давайте мы, может быть, передачу к этому еще примера. Из Марка 12.33. Здесь просто фрагмент предложения, поэтому, может быть, не очень понятно, как предложение устроено. Давайте просто прочитаем большую часть этого предложения, чтобы мы видели подлежащее, сказуемое и так далее. Так, Марка 12.33. Вторая половина предложения. Агапан – это инфинитив от Агапау. Альфа – слитный глагол. Мы с вами говорили, что у альфа слитных глаголов окончание –ан. Вот это Эйн, который Э-Н, сливается с альфой и остается просто альфа. Поэтому Агапаэйн превращается просто в Агапан. Запомните эту форму. И любить ближнего, как себя, больше есть всех всесожжений и жертв. Любить ближнего – большее, там, всесожжений. Любить – подлежащее, ну и там остальное сказуемое. Так что здесь и хорошо переводится инфинитивом. Ну и вот хороший пример того, как инфинитив может быть подлежащим предложениям. Помимо того, что инфинитив может быть подлежащим, он пореже, конечно, но может быть и дополнением. Ну давайте, например, глянем Евангелия Тавна, она 5 глава, 26 стих. Ибо как отец имеет жизнь в себе, так и сыну он дал, тебе внимание, «зуэн эйхейн эн ауту». «Дал что?» «Иметь жизнь в себе». Так что эйхейн, видите, инфинитив, ну, эй, на кончение хорошо видно, это дополнение глагола «дать». «Дал что?» «Иметь жизнь». И опять же, это именная роль быть дополнением. Тем не менее, инфинитив с этой ролью вполне справляется. Помимо того, что инфинитив может быть подлежащим, может быть дополнением, он еще может быть и приложением к каким-то словам. Ну, например, давайте глянем. Фессалоникийцам, первое послание, 4 глава, 3 стих. Ибо это есть воля Божия. Освещение ваше, а вот теперь приложение, которое поясняет, в чем это все заключается, а именно, «аперестай хумас». Ну, у нас, видите, слово «хумас» в винительном падеже при инфинитиве, поэтому дословный-пословный перевод у нас не получится, но мы понимаем, что здесь слово «воздерживаться», а здесь слово «вы», которое смысловое подлежащее предложение «эхутэспорнаис от блуда». Поэтому нам приходится это как-то преобразовывать, а именно мы получаем «чтобы вы воздерживались от блуда». При всем при этом, да, вот, инфинитив воздерживаться, воля Божия, какая? Освещение, что это такое? Воздерживаться вам от блуда. Ну, если мы хотим сохранить инфинитив, то можно так, это есть воля Божия, освещение ваше, воздерживаться вам от блуда, это коряво звучит, ну, более-менее что-то получается, или «чтобы вы воздерживались от блуда» просто на нормальном русском литературном языке. Ну, и давайте еще один интересный пример приложения, опять из филиппийцев. Так у нас совпало сегодня, все примеры в основном из филиппийцев нам попадаются. Такое хорошее послание с большим количеством инфинитивов. В данном случае мы с вами посмотрим конец, в конце первой главы, 29 стих. «Хоти хумин хориста, то хупер Христу, и что, или потому что, вам даровано ту хупер Христу, то, что ради Христа». Видите, у нас здесь артикль с предложенным словосочетанием. «Вам даровано то, что ради Христа, нечто ради Христа вам даровано». Итак, «вам даровано нечто ради Христа», «умоном», не только, «тон эйс аутон пистеуэйн». «Пистеуэйн», видите, кончение «эйн», это инфинитив. Инфинитив в данном случае с артиклем, видите, артикль «то», между артиклем и инфинитивом вклинились зависящие от этого инфинитива слова. То же самое мы с вами видели, когда изучали причастие. Между причастием и артиклем могут вклиниваться, зависящие от причастия слова. И также то же самое с инфинитивом. Поэтому то пистеуэйн «веровать», ну, веровать в кого? В него. И теперь смотрите, как устроено предложение. «Вам даровано ту хупер Христу, нечто ради Христа». А именно, вот с помощью вот этого приложения расшифровывать, что именно? А именно, не только в него веровать, «Алла кайту хупер Ауту пасхеин», но и ради него страдать. «Вам даровано нечто ради Христа, не только в него веровать, но и ради него страдать». И вот эти инфинитивы «веровать и страдать» они являются приложением к фразе «дух хупер Христу». Да, может быть, немного сложноватая конструкция, но вот так инфинитив тоже может употребляться. Так что мы увидели инфинитив в качестве подлежащего, в качестве дополнения, в качестве приложения, расшифровывающего что-то предыдущее, имеющее значение, а именно вот это. И с инфинитивом как дополнением связана еще одна очень специфичная греческая конструкция, которую трудновато переводить. Она у вас в учебнике вынесена в приложение, но мы давайте ее сейчас прямо сразу обсудим, чтобы вы с ней были знакомы. Это инфинитив косвенной речи. В русском языке, кстати, тоже возможен иногда инфинитив косвенной речи. Он сказал мне прийти. Что сделать? Прийти. Как бы прямая речь звучала. Он сказал мне, твой точек, короче, приди. А теперь я пересказываю это и выражаю косвенную речь с помощью инфинитива. Он сказал мне прийти. Вот когда мы в косвенной речи в русском языке описываем какие-то повеления, то мы можем для этого использовать инфинитив, для русского языка это нормально. То же самое возможно и в греческом языке, но в греческом языке инфинитив косвенной речи встречается не только в повелительных предложениях, но и в обычно там повествовательных, что уже не имеет прямых аналогов в русском языке. Поэтому давайте мы просто сейчас несколько примеров посмотрим, чтобы нам быть знакомым с этой конструкцией. Марка 12.18 Кай эхонтай саду каевой просал тонн и приходит саду кей к нему, Хойтинес Легусин, которые говорят Анастасин Мэ Эйнай. Если мы как-то пословно переводим, Воскресенье не быть. Эйнай я напоминаю, это инфинитив от глагола ими, надо заучить эту форму. Ну и кстати, обратите внимание на частицу Мэ, мы это не произнесли, сейчас самое время сказать. При инфинитиве, так же как при сослагательном наклоне, так же как при причастии, в качестве отрицательной частицы используется частица Мэ. Частица У употребляется с глаголами изъявительного наклонения, за пределами глаголов изъявительного наклонения используется как отрицательная частица Мэ. В данном случае здесь. Итак, фарисеи говорят, Воскресенье не быть. Понятно, мы уже догадались, о чем идет речь. Воскресенье нет, воскресенье не существует. Но здесь обратите внимание на саму эту конструкцию. Косвенная речь выражена с помощью инфинитива. Фарисеи говорят, что воскресенье не есть, воскресенье нет. Нам зачастую приходится преобразовывать предложение, чтобы оно естественно звучало по-русски. Из Иакова, у вас в учебнике используют этот пример, из Иакова давайте мы с вами посмотрим вторую главу, 14 стих. Ти-то-офейлос. А, что пользы, Аделфуэ, ну, братья мои, я пистин лэгэйтис эхэйн. Эхэ-де-ме-эхэ. Если веру говорит некто, эхэйн, иметь, а дела же не имеет. У нас здесь есть инфинитив эхэйн. Это инфинитив косвенной речи. Вообще признаком косвенной речи является инфинитив после глаголов говорения или мышления. И дословно перевести опять будет коряво. Если веру говорит некто, иметь. Это должно преобразовать в что-то более привычное, более удобное для русского слуха. Если некто говорит, что веру имеет. Дел же не имеет. Увидели инфинитив после глаголов типа говорить, рассказывать, просить, объяснять, полагать, считать и так далее, сразу же подозреваете косвенную речь и сразу же думаете, что вам как-то нужно будет преобразовывать предложение, чтобы получилось достаточно осмысленно. Еще один пример, может быть, звучащий на первый взгляд совсем сложно, но при осознании косвенной речи сразу же превращающейся во что-то нормальное. Евангелие от Марка 8, 29. И он спрашивал их, и Иисус беседует со своими учениками. Если пословно переводить, вы же, кого меня говорите быть. Вы же, кого меня говорите быть. Ну, можно поднапрячься и попытаться что-то осмысленное из этого связать, но наша задача не поднапрячься и составить какой-то пазл. Наша задача понять конструкцию. Есть глагол говорить. Вы говорите. Есть инфинитив. Эйнай. Перед этим глаголом. Инфинитив. При этом глаголе инфинитив от глагола быть. Мы предполагаем, что это косвенная речь. Вы говорите. Теперь есть слово мэ в винительном падеже. При Эйнай. Мы подозреваем, что это может быть слово, которое нужно нам будет поставить в уменительный падеж. Есть слово кина. Кого? В винительном падеже. Мы тоже подозреваем, что это нужно будет поставить в уменительный падеж. А что у нас получается? Вы же, кто я, говорите, есть. Тина и Мэя поставили в уменительный падеж. Быть превратил в личный глагол есть. Вы же, кто я, говорите, есть. И уже появляется смысл. Видите? Понятно, что все равно еще нужны какие-то преобразования для того, чтобы совершенно красивое и ясное предложение получилось с точки зрения русского языка. Кем вы почитаете меня, там, как в синодальном переводе или еще что-то в этом роде. Но уже понятно. Вы говорите, что кто я есть. И вот это, что кто я есть, которое при превращении к властной речи брелое инфинитив, оно требует некого восстановления. Поэтому знайте о такой конструкции. Ну и напоследок, чтобы было совсем не страшно. Евангелие Таана 4.40. Итак, когда пришли к нему самаряне, «эротон», «аутон», «они просили его», «мейнай пар аутойс». «Мейнай» — это инфинитив от глагола «мену». Давайте мы на форму посмотрим, может быть, она вас немного смущает. Глагол «мену» в аористе имеет корень «мейн». Мы с этим уже не рассталкнулись. Глагол этот сонорный. У сонорных глаголов после сонорной согласной сигма стоять не может. Но все, что кроме сигмы есть, оно есть. Поэтому здесь у меня не «мейн сай», а «мейн най». Сигмы нет, но вот это окончание «ай» типичное для инфинитива есть. Ну, так по случайному стечению обстоятельств это выглядит еще как типичное для инфинитивов окончание «най». Ну, «ню» — это не часть морфема и инфинитива, это часть корня. Ну, вот так нам повезло, и мы узнали. Ну, просто помните у сонорных глаголов, да? У сонорных сигма вы не увидите, увидите только «ай». Но это у нас инфинитив от глагола «мену». «Прибыть по аутусу» с ними. Итак, что у нас в целом получается? Итак, когда пришли к нему самаряне, просили его прибыть с ними. О, видите? Прямо вместе с инфинитивом мы перевели, и все хорошо получилось. Я вначале говорил, что если в прямой речи было повеление, то есть если прямая речь была «прибыть с нами», то на русский это достаточно хорошо передается с помощью инфинитива. То есть у нас есть тот же аналог инфинитива косвенной речи. И вот, да, вот пример, там было повеление, и вот «прибыть с нами» нормально, хорошо звучит. А вот если в русском тексте в прямой речи было не повеление, а обычный глагол изъявительного наклонения, «кто я есть», что там мы с вами еще, «воскресенье» нет, как говорят садукеи, «человек говорит, я имею веру» и так далее, вот такие предложения, когда они превращаются в косвенную речь, и там появляется инфинитив, это выглядит не совсем по-русски, требуется преобразование. Утешение скажу, что все-таки чаще косвенная речь выражается в греческом языке с помощью предлога «хоти» и обычных личных глаголов после него, но иногда с помощью инфинитива и вы должны быть готовы к такой конструкции, чтобы, встретив ее, с ней справиться. Итак, первый блок употребления инфинитива, это оно может быть подлежащим, жить Христос, оно может быть дополнением, там, дал иметь жизнь в себе, оно может быть приложением, дано нечто ради Христа, веровать и страдать. И оно может быть косвенной речью, когда, ну или просили его прибыть, что очень легко переводится на русский язык, или более сложные конструкции, когда люди говорят, что кто я есть, да, вот превращается в что-то типа «кина», «мэ», «лээгэй», «эйна» и так далее. Вот такой вот трудно переводимую конструкцию, если вы не заметите, что это косвенная речь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...